Алхамду лиллах, Алхамду лиллахи, Раббил Алямин, Аль Ахи, Батулли Маттаقин, Ассалату ассаламу аля Расулина Мухаммаду, аля Алихи, ассабихи Аджмайин, Амма Ба'ат, Ассаламу алейкум, Барахматуллахи, Баракатуху. Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на нашем новом эфире в новый день Рамадана. Приветствуем вас с площадки Академии Медина, на которую пришел наш дорогой и любимый гость Асхат Хазрат. Асхат Хазрат, Ассаламу алейкум, Барахматуллах. Ва алейкум ассаляму, ва рахту Аллаху, брахащи, хаду л-басит, ва рахту Аллаху, брахащи, уважаемые братья и сестры. Наша сельсиля, наша программа, программа, которая дает нам возможность на несколько минут погрузиться в понимание того или иного аята. И прошу Аллаха, чтобы вот эти смыслы, которые дает нам хазрат через призму книг Муфассиров, толкователей Кур'ана, чтобы эти смыслы были помощью для нас в наших ночах, в которые мы физически выставим молитву. Дабы наши молитвы, наш киям, наше выстаивание было не просто физической нагрузкой, но чтобы в те моменты, в ночные моменты работали наши сердца. Есть такое понятие, работа сердца, и это очевидно, точно так же, как и работа органов. Поэтому смыслы, смыслы Тафсира, смысл Тафсира Кур'ана, они являются ключом для наших сердец. Хазрат Тафаддалю. Бисмиллах. Перед тем, как взять следующий аят сегодняшний, хотелось бы нам сделать такое напоминание, иншаллах, с вашего позволения. Потому что люди, рабы Аллаху, по отношению к Кур'ану, делятся на четыре категории. Первая категория, как раз вот это, Шейха Аббаса сказали, по поводу того, чтобы наши ночные молитвы были, аль-хамду-ля, они более такие насыщенные, когда мы понимаем то, о чем мы читаем в намазе. Это первая категория, скажите все, амин, иншаллах, да, Аллах Субхан, чтобы мы были из этой категории. Аллах Субхан описывает их и говорит, Это те, кто читает аят Аллаха по ночам и делают земные поклоны. То есть имеется в виду не просто то, что изучили, то, что выучили, то, что прочитали, не просто так они читают это или повторяют, а именно через это поклоняются Аллаху Субхану Аталу по ночам и делают земные поклоны. Вторая категория людей по отношению к Кур'ану, это те, у которых ежедневный какой-то уирт есть по отношению к Кур'ану. Кто-то, например, каждый день, как сейчас в Рамадане, кто-то читает один джуз, повторяя, кто-то два джуза, кто-то три джуза, кто-то пол джуза, кто-то по одной страничке, кто-то по две странички и так далее. Есть определенный уирт, который он берет каждый ежедневно. И Аллах Субхану Аталу говорит в Кур'ане, Читайте то, что неспособлено вам из этого, то, что вам легко из Кур'ана. Третья категория людей по отношению к Кур'ану, это та категория, которая не может читать, но любит слушать. Аллах Субхану Аталу говорит в Кур'ане, Когда читается Кур'ан, вы слушайте его внимательно. Может быть, Аллах Субхану Аталу проявит по отношению к вам свою милость. И Аллаху Алим я эту историю вспоминал часто. Напоминал, когда во время учебы еще в Медине один из шейхов рассказывал то, что один бедуин приходил в мечеть пророка Мухаммада, саллаху алейкум ассалям, на учебу. То есть приходил на халакаты хвилла Кур'ана, на кружки по изучению Кур'ана, но был бедуин сам читать в него Кур'ан, но любил слушать. Как у нас со звуком? Бисмилля. Так, я, получается, остался пока один. Сейчас ждем инструкции нашего технического специалиста. Отключаюсь. Нет, я не отключаюсь. Так, хорошо, я не отключаюсь, я здесь. Понял. Меня инструктирует наш технический специалист. Да, что-то сорвалось. Алейкум ассаляму арахматуллаху арахакату. Да, что-то у нас сорвалось. А где мы остановились? Все. Вы сказали, что однажды вам один из шейхов рассказывал, что к нему пришел бедуин. Ага, да, да. Во время учебы, то есть халакаты хвилла Кур'ана, то есть кружки по изучению Кур'ана есть в мечетях, там, если посмотреть, то есть шейх, который пропадает Кур'ан, приходят люди, которые знают Кур'ан, и чцы, которые знают Кур'ан. И один бедуин приходил, постоянно он любил слушать, когда читали Кур'ан, сам читать мог, но любил слушать. И садился рядом всегда, когда сдавали Кур'ан. То есть всегда он шел, бежал как бы на этот урок Кур'ана, как будто он сам ученик, как будто он сам честил Кур'ана, в тот момент он сам читать не мог. Садился и слушал, когда сдавали Кур'ан. И в Кур'ане есть 15 мест, где сад Ждат и Лява, где Аллах субханат Лева приказывает делать земной поклон И читет тот, который читал Кур'ан, он прочитал, дошел до этого Аята, сделал земной поклон И этот бедуин вместе с ним Сделал земной поклон А этот бедуин не стал Аллах забрал его душу Во время земного поклона Субханаллах Садакаме Аллах Он искренний был с Аллахом И Аллах по отношению к нему Проявил свою искренность Он был искренним с Аллахом И Аллах по отношению к нему проявил свою искренность. То есть Аллах говорит «ляаляком туррамон» Может быть Аллах проявит к вам свою рахмад, свою милость. Может быть вам Аллах проявит потажить к своему милосердию. Именно этот человек, Аллах был искренен с Аллахом и Аллах проявил ему свою милость. И таким же образом он воскресен перед Аллахом с будет значит «то, кто на чем умер» на этом воскресен перед Аллахом в Судный день. И четвертая категория людей, скажите аминь, чтобы уберег нас, наши семьи, наших детей от этой категории. Это те люди, которые забыли Кур'ан, которые оставили Кур'ан. И во время Пророка Мухаммада, люди оставили Кур'ан. И Священу приводят слова посланника Аллаха, Мухаммад сказал Аллаху, Господь, поистине мой народ отдалились от Кур'ана, сделали хиджу от Кур'ана, оставили Кур'ан. Поэтому каким же быть под отношением к Кур'ану нам с вами выбирать. Поэтому да, Аллаху, чтобы мы были из числа тех, которые читают Кур'ан, учат Кур'ан, заучат и поклоняются Аллаху посредством Кур'ана. Уважаемые братья и сестры, сегодняшний аят, который мы хотели бы с вами взять и напомнить, это последний аят, именно концовка вот этих аятов Ас-Сиян, где Всевышний, когда говорит, И сегодня концовка, где Всевышний говорит, О, Мухаммад, Если обо мне у тебя спросят мои рабы, то я близок, то я близок. Приводится в реваях, когда сахабы обратились к посланнику Аллаху, к нему обратились подвижники и сказали, Наш Господь далек ли от нас, чтобы мы к Нему звали, или Он близок от нас, которого мы бы тихо просили у Него. На что Аллаху послал в этот момент эти аяты, И если обо мне спросят мои рабы, то я близок, то я близок. То есть Аллаху ближе к нам, чем наши сонные артерии. И в таких подобных аятах Всевышний Аллах говорит всегда, То есть скажи, Мухаммад, Если когда у Пророка Мухаммада с Аллаху Алисана спрашивают о том или ином, Если у тебя спрашивают касательно Аль-Хамра и Аль-Майсера, касательно бина и азартных игр, Скажи, Женщины спрашивают о своих днях, скажи, И так далее. Скажи про что у тебя, когда заходит новый месяц, скажи, И везде скажи, скажи. Но, однако, здесь Субхану Ва Та'але сказал, Если мои рабы спросят обо мне, Человек уже ждет слово, скажи, То есть в аяте, что приходил, скажи, Но, однако, здесь Субхану Ва Та'але не сказал, То я близок. То есть Аллах Субхану Ва Та'але не сказал Пророка Мухаммада с Аллаху Алисана, О, Мухаммад, если обо мне спросят мои рабы, скажи, что я близок. Нет. А что, если обо мне спросят мои рабы? Я близок. Аллах Субхану Ва Та'але даже в посредничестве между Аллахом и мольбой раба, Аллаха не ставит даже Пророка Мухаммада с Аллаху Алейху Ассаляма. Сам отвечает. Это раз. Второе, что мы здесь, это нам, Что мы отсюда понимаем с вами, братья и сестры, Это то, что Аллах Субхану Ва Та'але близок к нам. И не нужно взывать к Аллаху Субхану Ва Та'але через кого-то, через что-то, А напрямую взываем к Аллаху Субхану Ва Та'але. И Аллах слышит, и Аллах Субхану Ва Та'але отвечает. И Аллах Субхану Ва Та'але здесь нас как бы побуждает просить только у него одного. И также Аллах Субхану Ва Та'але проявляет некую свою мягкость по отношению к нам. То, что мы не одни, мы не брошены. Аллах Субхану Ва Та'але с нами. Когда ты знаешь то, что сильный человек в этой жизни есть у тебя поддержку, то это некую дает силу человеку, некую дает силу человеку. Но если ты знаешь, что с тобой близки, с тобой рядом Аллах Субхану Ва Та'але, Создатель твой Творец, что может быть лучше этого? Ничего лучше этого не может быть, уважаемые братья и сестры. И ты себя чувствуешь очень сильным, самым сильным в этот момент, потому что знаешь поддержка Аллаха Субхану Ва Та'але с тобой. Сила Аллаха, мощь Аллаха с тобой. Аллах Субхану Ва Та'але с тобой. Аллах близок от тебя. И чтобы быть близким от Аллаха, к Аллаху Субхану Ва Та'але, приближенным рабом Аллаха Субхану Ва Та'але, тогда мы должны быть приближенными к рабам Аллаха Субхану Ва Та'але. Как понять, приближенные мы с вами, мы приближенные к Аллаху, и Аллах приближенный ли к нам или нет? Как можно это прочувствовать, уважаемые братья и сестры? Как можно это понять? Если мы находимся в доме Аллаха, а сейчас мы в доме Аллаха Субхану Ва Та'але, то мы близки к Аллаху, потому что это дом Аллаху. Если мы идем по дороге и увидели, например, женщину, нуждающуюся женщину, на себе несет ребенка, и что-то ищет там в мусорной, в мусорке, что-то ищет, хочет найти себя, чтобы накормить себя, накормить своего ребенка, и в этот момент ты поиди, помоги ей, дабы быть близким к Аллаху, будь близкий к этой женщине, будь близкий к этой. То есть ты сделай так, огради ее лицо, ее лицо от этой мусорки. Угради ее лицо от этой мусорки, дабы Аллах угрозил твою лицо от ада в сонный день. Чтобы быть близким к Аллаху, будь близким к этим рабам Аллаху, к этой нуждающейся женщине, к этой нуждающейся рабам Аллаху. Чтобы быть приближенным к Аллаху, также помогает нам что? Обратная сторона. Посмотреть, кого Аллах не любит. Кого, субханава та'аля, в Аллаху ла юхиббул мустакбирин. Аллах не любит высокомерных людей. Не будь исчезла высокомерных. Не старайся быть вместе с высокомерными. Фераун был высокомерным. Я сказал, я ваш великий Господь. Аллах его наказал за первое слово и за последнее слово. За первое слово, когда он сказал, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. Второе сказал, я ваш великий Господь. И Аллах его заказал за первое, за второе. То есть это такое некое должно быть. Аллах не любит зали, Аллах не любит тиранов. Аллах, субханава та'аля, не любит тех, кто причесняет людей. Так ты не будь среди них и отдаляйся от них. Тогда ты будешь близкий к Аллаху, субханава та'аля. И Аллах, субханава та'аля, будет близок к тебе, у моего брата, у моей сестра. Поэтому, алхамду лаля, вот этот айа, субханава та'аля, где говорит, если мои рабы спросят обо мне, то я близок. Я отвечаю на дуа, на дуа того, кто просит меня, пусть у меня только одного просит и ответит мне на призыв, на мой призыв. Может быть, эти люди найдут прямой путь, будут те, кто будут идти по прямому пути. Если мы будем просить одного Аллаху, субханава та'аля, поклоняться только Ему одному, субханава та'аля, и будем чувствовать близость к Аллаху, субханава та'аля, то мы из всех, кто идут по прямому пути. Ва салла Аллаху аля лабина Мухаммад, ва аля алию, сахми и жмали. Хадрату наль-гали, наш уважаемый хадрат, чизак муллахайран за эти слова, за то, что мы имели возможность немножко погрузиться в тавсиры. Но, к сожалению, не все из нас владеют арабским языком, поэтому доля тех, кто знает арабский язык, быть мостом, проводником туда, в смысле, к Муфасирам, к великим нашим уважаемым ученым, толкователям священного Корана. Дай Аллах, субханаху аля, чтобы сегодня третий день, чтобы у нас с самого начала Рамадана получилось, иншаллах, максимально искренне в него войти. И мы в первый день поднимали такой термин, упоминали термин, как школа, школа Рамадана. Школа — это та вещь, которая меняет человека. То есть его культура, его мышление, его адапт, его убеждения — это школа. То есть человек, когда проходит через определенную школу, которая дает ему определенные уроки, погружает его в определенные смыслы, атмосферу, он меняется. Дай Аллах, субханаху аля, чтобы у нас получилось с самого начала Рамадана, иншаллах, максимально-максимально погрузиться в смыслы, именно в сердце. Академия Медина проводит марафон. Один из уважаемых гостей — это Асхат Хазрат. Также у нас есть мероприятие для сестер ежедневно и для детей, для подростков тоже ежедневно. Иншаллах, завтра после эфира я расскажу вам либо о детях, то мероприятие, которое мы проводим, либо о сестрах, иншаллаху аля. Жиза куму алаху ахайран. Хазрат, да воздаст вам Аллаху субханаху Алиаблагам. И жиза куму алаху ахайран. Да воздаст Аллаху субханаху Алиаблагам всем тем, кто был с нами в эфире. Ассаляму алейкум в рахматуллахи в баракатах. Поехали.